Основным вопросом, вынесенным на рассмотрение депутатов, стало внесение изменений в городской бюджет в связи с получением дотации из областного бюджета. Кроме целевой дотации, направленной на повышение заработной платы педагогическим работникам, основная часть средств будет направлена на завершение строительства школы в Александровке. Мы проводим не только территорию школы в идеальном состоянии, мы приводим в порядок практически всю центральную часть Александровки. Это касается ремонта и клуба, озеленения, всей территории. Кстати, дорога, которая там пересекает в этой школе, значит, нам будет тоже приведет на дорогу. Нам очень здорово помогает областная и совет, и областная администрация. Но не в Советах, у нас есть кому советуют, помогает реально деньгам. Вот эти части вида дорог, там, значит, скажем, нам выделялись, скажем, на большие финансовые ресурсы. Вот мы сегодня, почему собрались, мы очень благодарны, что в такую пару жалку мы собрались. Но надо пересказать значительные ресурсы финансовые, которые нам дала область, значит, на завершение школы, и, скажем, частичное средство бюджета выравнивания. После окончания всех работ по благоустройству прилегающих к школе территорий, можно будет с уверенностью сказать, что жители Александровки получат современную школу на высоком уровне, оснащенную учебным оборудованием, включая компьютерные и лингофонные классы. Открытие школы станет знаковым событием для поселка. Будут выполнены и другие планы, намеченные на текущий год. И наши все планы, которые мы с вами принимали, не меняются ни единой темой, повторяю, ни единой темой социальных проблем нашего города. Детский сад, конец года. Скажем, мы определяем данное покрытие в 6-й школе, значит, в 3-й месяц будет данное покрытие. Значит, скажем, ремонт больницы, присмотрение. День есть, проходит, к сожалению, долгая там, ну, пришла на работу по центрам, значит, и так далее. То есть все программы, которые мы предлагали, они все будут выполнены. Также на рассмотрении сессии было предложено еще несколько дополнительных вопросов. Вопрос о согласовании перечня земельных участков и размежевании земель государственной и коммунальной собственности на территории Ильичевского городского совета представила заместитель городского головы Лариса Печахчи. Об оформлении права пользования земельными участками отделом коммунальной собственности доложил начальник отдела Александр Малеренко. Депутаты утвердили также решение о предоставлении согласно действующему законодательству право составления и подписания от имени территориальной громады города Ильичевска Ильичевского городского совета договоров, соглашений и правоустанавливающих документов первому заместителю городского головы Сергею Быченко и заместителю городского головы Николаю Рыбалку. В завершении работы сессии был утвержден план работы Ильичевского городского совета на второе полугодие 2011 года.